Эту колыбель придумал и сделал дождава. Изделие называется бумбулой. И это лишь на первый вид только колыбель. На самом деле кроватку младенца можно трансформировать в стол для занятий или тумбу для телевизора. Детская колыбель бумбулой стоит от 100 до 160 тысяч тугриков. Она из дерева и под заказ. Не просто красивые и нужные изделия, а отмеченная дипломом победителя работа ученика спецшколы номер 55. Колыбель бумбулой заняла второе место на конкурсе молодых конструкторов, прошедшем под эгидой премьер-министра. Впрочем, это не единственное, что умеют делать учащиеся столярной мастерской спецшколы номер 55. Среди их работы школьная мебель, столы, стулья и даже корабль. В первое время обучали только столярному делу. Дальше расширили программу и стали готовить конструкторов, графиков. Причем дети сами выбирали свой класс по интересам. Кексы с изюмом, рулет, печенье различных форм приготовила вместе с одноклассниками Оран Чемек, ученица 11-го А. У нас есть теория и практика. В неделю у нас 6 профессиональных часов, 2 часа теории, остальные практика. Я считаю, что женщина прежде всего хозяйка, поэтому она должна уметь готовить. Я умею печь, научилась делать закуски и горячие блюда. В спецшколе номер 55 500 учащихся, из них 400 дети с ограниченными физическими возможностями. В выпускных классах, то есть последние 2 года обучения, старшеклассники обучаются профессии. Выбирать есть из чего. Плотник, повар общественного питания, закройщик-модельер, парикмахер, косметолог. После окончания школы вместе с дипломом ребята получают профессиональный сертификат и могут заняться частным предпринимательством и проявить свои способности. Наша школа была построена в 90-е годы, и после этого еще ни разу не проводился капремонт. Здание устарело. А нам нужен бассейн, чтобы проводить для ребят водные и лечебные процедуры. Нужно еще общежитие для детей. Некоторые ведь живут вдали от дома, у людей или в социальных приютах. Классы профобразования небольшие. Согласно нормам, в них должны быть не больше 15 учеников. Это позволяет учителю работать персонально с каждым ребенком. Столярному делу сейчас обучаются 10 ребят. Моналжав мечтает стать конструктором. Его первое деревянное изделие было выставлено на открытом уроке. Эту машину я сконструировал вместе со своими одноклассниками в течение недели. Весь материал был куплен на личные средства. Я пришел в эту школу, потому что здесь наряду с аттестатом выдают профессиональный сертификат. По некоторым данным, 22 тысячи детей с ограниченными физическими возможностями учатся в школах. Но при этом в шести спецшколах только 1670 человек. Как отметили отраслевые специалисты, обучающая среда недостаточно развита. Отсутствует система поощрения труда педагогов. Также отсутствует профессиональное обучение детей с тяжелыми формами умственной отсталости. Молодежь, заинтересованная в обучении, готова поддержать государство. Считаю, что нужно ребенка в детстве хорошо обследовать и затем корректировать, если в этом есть необходимость. В эту школу в основном ходят дети с отставанием в развитии. Поэтому им нужно уделять особое внимание. А для этого нужно выделять средства. Дети продают свои поделки, а на вырученные деньги покупают необходимые материалы для следующих изделий. Педагоги говорят, ребята отличаются не только фантазией, но и большой усидчивостью при выполнении работы. Долгар Сурен от Ганбат, Аист, Монголия.